Очень рад вас видеть, Юрий Григорьевич, в студии нашего канала. И, как всегда, хочется обсудить актуальную повестку. Вы знаете сейчас то, что прошли выборы в стране. Их результаты, мягко говоря, удивляют многих, потому что, по большому счету, те уровни фальсификаций, которые были только вскрыты, они уже дают основания не доверять результатам. Но самой большой проблемой это стало переворачивающее голосование в городе Москве. Это электронное голосование. Юрий Григорьевич, как вы сами относитесь к итогам выборов? И как вы относитесь к этим новым технологиям? Нужно ли их бояться? И нужно ли просто отказаться от всего этого только потому, что их использовали, мне кажется, не так, как нужно? Мир вам, друзья мои. Действительно, повестка сейчас переполнена все еще обсуждением прошедших, называют их выборами, но выборов никаких не было. Была спецоперация такая силовая, такая бесчестная, по которой, в общем-то, на дальних подступах еще к дням голосований, три дня таких вот манипуляций, были отсеяны, кто посажен, кто изгнан, кто лишен права избираться или избирать. Вот эта вот война против народа, она, конечно, унизительная, она такая стрёмная, от которой вот просто опускаются руки. Я понимаю, что большинству людей вообще вся эта какофония, такой, в кавычках, политической борьбы, она угнетает, и они уже от нее стараются сторониться. Я среди них. Вот эти вот 20 лет власти Чекистской, которая именно таким занимается искажением правды, лишением стране свободы, ущемлением этих всяких свобод, где господствует насилие и осмеивается правда, где люди, жаждущие таких справедливых отношений, они становятся иностранными агентами, их изгоняют из страны, их травят новичком. Вот это вот бегство молодежи от государства, от всех его институтов, включая вот эти вот так называемые выборы, это опасная тенденция, ведь на самом деле они привыкают жить вне государства, и по сути государство скоро будет бегать за ними, чтобы они хоть... Это здоровая тенденция, она дает надежду. Ну, я так могу оценивать эти процессы, потому что государство, как сегодня вот оно, де-факто существующее, это такая цитадель лжи и насилия. Ну, добавить можно сюда и воровства, потому что миллиардеры, растущие у нас как грибы, они ведь растут не потому, что много насобирали грибов в пустынях и лесах, они насобирали эти грибы, именно обирая народ. Народ, который обречен буквально, с этими жалкими пенсиями, с этими нечестивыми зарплатами. Понимаете, какое соотношение там? Люди государственной службы, депутаты или министры, получающие под миллион в месяц, и люди, которые пашут, создавая богатство страны, они должны только лишь сводить концы с концами. Поэтому такое государство, оно не может существовать долго. Оно обречено уже своим неправедным основанием, вот этой своей такой эксплуатирующей правду, страстью, ненасытимостью этой. И то, что молодежь уходит, просто с одной стороны здесь, конечно, демонстрация бессилия, я ничего не могу изменить, и поэтому живите как хотите. Я вот здесь, вот сейчас, пожалуйста, граница открыта, интернет делает мир глобальным. Возможности реализовать себя достаточно широки для таких людей, и они действительно поплевывают в сторону государства. Я это почему позитивным считаю? Потому что они не хотят мараться, они не хотят быть участниками лжи, они не хотят идти в эти неправедные судилища, они не хотят идти в этот шпионаж, они не хотят просто быть вот в этой системе, которая ненавидит свой народ. Понимаете, когда власть производит иностранных агентов вот таким массовым порядком, кого? Благочестивых граждан, честных граждан, патриотичных граждан. А только почему? Потому что они позволили покритиковать эту власть. И вот этот процесс, когда молодежь уходит в сторону, мы думаем, что она уходит в тень, она на самом деле накапливает потенциал, чтобы завтра все-таки поставить на место правду, справедливость, честность, трудолюбие, то, что мы называем достоинствами человека. А как она может это сделать, если не будет этого накопленного потенциала? Я сожалею о том, что это мало очень таких людей, которые вот именно к этим духовным ценностям пристрастились, они их ценят, они в них себя позиционируют и формируют себя и семью свою. Вот многие священнослужители, назовем их тоже так, они культивируют такую позицию, что не стоит влезать в политику, не стоит влезать в то, что называется власть, управление. И вот это отделение, они это обосновывают, что церковь отделена на государство, что нужно почитать царя и все остальное. Вот эта доктрина, она, с вашей точки зрения, насколько оправдана? Ну, это не доктрина, а это такая реальность, которая из советского ГУЛАГа, она впиталась под корку наших граждан, ведь это не только священнослужителям свойственно. Заметьте, что вот это такое подданищество, это целая культура нашей страны, это именно такая модель отношений, чиновник, начальник всегда прав, а все, что вот вокруг чиновника вовлекается в эту орбиту труда, это государство или политика, или любые другие сферы, это лишь только глядеть в рот начальнику и выполнять его ожидания, его желания. У нас вообще в запрете всякая свобода мыслия. Вы что думаете, когда ученых обвиняют в шпионаже, когда их сажают в тюрьмы, когда этим ученым приходится только бежать, иначе нельзя развиваться здесь? Это люди, у которых вообще другой склад ума, они занимаются исследованием мира, окружающего нас. На именно их разработках, на этих ученых цивилизация стоит, а в нашей стране они изгои, потому что они шпионы, предатели и всякая чушь. Это вот такая модель, она с советского лагеря перекочевала в наше время, в окажущейся свободной России. Священники, они все оттуда, они все оттуда. Взять, допустим, православных священств, это они, начиная с 20-х годов прошлого века, формировались именно через сито КГБ, тогдашнего ЧК. Никто не мог войти в церковную службу, если не получил этой квитанции разрешающей. Это была прямая вот такая вот акция, она сейчас приобретает тот же самый процесс. Чего стоят вот эти законы, ущемляющие свободу церкви? Чего стоит простая вот добавка, которая вошла буквально вчера? Священнослужители, имеющие зарубежное образование, должны пройти здесь образование свое отеческое. А все отеческие учебные заведения уже профильтрованы, чтобы они там были под контролем ФСБ. И таким образом, это уже модель, когда священник должен пройти аттестацию и получить эту ксиву от кого? От ФСБ. Потому что он должен соответствовать этим критериям. Что-то вдруг ФСБ озаботилось богословием. Что-то вдруг ФСБ озаботилось устроением церковных внутренних отношений. Когда в Конституции записано, государство российское, светское, церковь отделена от государства, и всем церквам, верующим людям, дана свобода и право. Исповедовать любую религию, одному, другим, вместе. И вдруг они контролируют все. У них регистрация, у них разрешение на право действия, у них разрешение на миссионерство, теперь у них разрешение на образование, и теперь у них постановка служителей уже под их контролем. Какие же еще могут там вырасти кадры, как только лишние чего изволите? Вот мы и видим это. Есть такое утверждение, что церковь пришла в Грецию, она стала философией, пришла в Италию, стала структурой, пришла в Европу, стала культурой, пришла в Соединенные Штаты, стала бизнесом. А как вы оцениваете сегодня вот эту протестантскую нашу церковь в совокупности в России? Это что? Как ни горько, эти все вот названные вами пертурбации, они отражают реальные процессы. Я не хочу сказать, что они вот так захватывают вообще все движение церкви, религиозное движение. Там есть элементы и настоящего апостольского поклонения и служения, но в массе своей, конечно. Бизнес захватил церковные структуры и поражает прямо в голову, можно сказать. Не можете служить Богу, и мамонне говорил Христос. Но это искушение, корень всех зол, сребролюбие, столько велико, что оно управляет процессами. Без денег сегодня ни одна община не может существовать, если она маломальски такая вот масштабная. Постройка здания, эксплуатация здания, содержание служителей, социальные... Все деньги, все деньги. И они диктуют принципы. А принципы подготовки одни тоже связаны с бизнесом. Там категория отношений, там принципы проявления своих дарований, там формирование команды, там постановка целей, там эта вся программа. Она из бизнеса сегодня вошла в церковную среду. И исчезло то, что, вот, кстати, у Альберта Викторовича однажды снова и снова говорит, исчезло то самое общение, как ценность духовная, которая присуща именно церкви, в которой есть этот фундамент Христос, в которой есть эта цель дойти в вечную жизнь, и у которой есть стратегия вот этому миру как раз преподавать ценности небесного царства. Они исчезли. Они исчезли. Конкуренция межцерковная, междиноменационная, она же ведь абсолютно бизнес. Политическая. Когда говорят, нельзя входить в политику, давайте по-честному посмотрим на свои действия. Политика разделила церкви на всякие группировки, на всякие фракции. Политика воздвигла между церквами конкуренцию. Политика демонстрирует для нас, какие главные наши задачи. Особенно в нашей практике российской, когда патриотизм стал почти главной проповедью для служителей высшего ранга. Когда преданность власти стала определять, достоинство или недостоинство. Ты тут его обхаживаешь, ты тут его лижешь. Пожалуйста, ты человек, которому открыты двери и с которым можно общаться. Ты этого не сделал, ты изгой. Ты враг народа. Дело в том, что, мне кажется, отсутствие политической культуры как таковой приводит к тому, что вот эти фракции, образующиеся в церкви, начинают, по сути, не искать в конкуренции какое-то преимущество и развитие, а уничтожать друг друга. Ну, вы же видите, что происходит сейчас с Альбертом Раткиным. Да. Хотя здесь есть вещи, связанные с репутацией церковной, ну, например, скандал с пастором Шином, который сейчас неизвестно, чем еще закончится, люди пострадали. Да, вы здесь поставили две таких фигуры, и замечательно, что Альберт Раткин, как человек благочестивый, пастор церкви, оказался в изгнании из тех, которые должны были бы сказать, Альберт Викторович, заходи-ка. Вот ты сейчас такие болевые точки вскрыл, нам надо побеседовать на этот счет. Надо нам по-честному друг другу, глядя в глаза, обсудить эти вопросы. Возможно, ты прав, возможно, ты ошибаешься. Ну, как мы это определим? Это только лишь через наш вот такой вот мирный доверительный разговор. Да, к Альберту, значит, оказали на дверь, его имя сейчас поносят так, как он будто бы возмутитель и какой-то бесчинствующий человек. Там даже мятежником его называют ваш этот, как его зовут, начальствующий, да? А этот вот Шин, который полмиллиарда награбил денег, он там не фигурирует ни в каких протоколах, и нигде его не разбирают имя. И это говорит очень так показательно и ярко, какие ценности сегодня у этих людей, которые просто-напросто воссели вот на кресле, и вместо служения, так больше из вас тот, кто всем слуга, да? Они вдруг одели на себя мантии царские, и они, значит, тут вот покоряют людей, и епископу говорят, ты бесчинствующий, ты на меня сказал такое слово. Вместо того, чтобы сказать спасибо, брат Альберт, я действительно взорвался. Я в этих политических игрищах потерял духовность, я стал формировать команду свою по этим именно политическим пристрастиям в угоду власти земной, власти Кесаря, а не власти Бога. Процессы горькие, процессы горькие. Оттого, если по-честному сказать, христианские ценности в забвении в нашей стране. И там, самое главное, причина нашей порчи. Отсутствует настоящее понимание достоинства каждого человека. Отсутствует. Можно сколько угодно играть в политику, можно эти партии тасовать, как колоду карт, но если мы фундаментальную ценность отвергли, человек ничего не стоит. Человек – это тварь дрожащая, человек – это просто произведение эволюции, это просто модернизированная обезьяна. Все эти вещи, они не безобидны. Целый век, и до сегодняшнего дня преподается теория эволюции. До сегодняшнего дня человек вовсе не творение Божье, не образ Божий. Человек – это тварь, которая вот так же, как и обезьяна, как медведь. И мы видим, кошкам к собакам сегодня отношения государства более заботливые. За кошек и собак они беспокоятся, за людей не беспокоятся. Где же Божья мудрость, хотя бы в том, чтобы отойти от вражды и отделить, например, сам смысл предложений от человека, от личности? Потому что у нас идет какое-то противостояние личности. Как вы говорите, предложение соборности, которое озвучивает Альберт, предложение братолюбия, и это то, чем должна пропитана быть церковь, а вдруг они превращаются в какие-то воины. Как решать эту проблему? Ну, практически в нашей системе, в нашей российской истории, нерешаемая проблема. А скажите, может быть, были прецеденты такие в служении? Я именно поэтому и говорю, что проблема нерешаемая, что прецеденты такие были. Начиная с глубоких седин, когда у нас появлялись там духоборы в православной, абсолютно православной среде, их изгнали. Молока они за ними появились, их тоже изгнали. Просто физически их уничтожали и изгоняли их. За ними пошли евангельские христиане. Это был продукт, в общем-то, переведенного Нового Завета на русский язык, который могли читать простолюдины православные. И тогда началось вот это движение. Всех изгнали. Всех изгнали. Революция 1917 года, или назвать ее бунт этого 1917 года, обнажил вот такую бездуховность, когда миллионы своих брат на брата пошли и уничтожили. И это продолжалось весь 20 век. Весь 20 век. И никогда и нигде вот это вот, я говорю, духоборы возникли. Что они возникли? Они возникли как раз как самые такие мирные люди. Они говорят, надо вот как Христос учил. Вот же как написано. Давайте так жить. И им показали на дверь, как сегодня показали Раткину. И их отправили в небытие. Они где-нибудь в Канаде живут, в Австралии живут. Они где-нибудь вот в Аргентине живут. Вы найдете их там, благочестивых стариков, старух. Они живут именно в страхе Божьем, как люди, уважающие друг друга. За ними молокане точно так же, и потом евангельские христиане, разрушенные. До сих пор это продолжается. Насилие, вот даже на той истории, которая в Калуге продолжается 20 лет, куплены законно это здание, реставрировано, восстановлено, достроено, собирается община. Кому она мешает? Какая там причина? Что в Калуге земли нету? Что в России нет земли, чтобы построить торговые центры, различного рода какие угодно, фабрики, заводы и дома. Вот этот пятачок земли, который тут стал у них бельмом на глазу, это духовная война. Это духовная война. И, конечно, я при всем моем уважении к православию, за многие дела, которые я благодарен им, вместе с тем я хочу сказать, что природа наших всех заключений, злоключений, она коренится в православии. Юрий Кириллович, вот проблема, когда отлучают человека, когда вот в данном случае Альберт вышел сам, но ему в спину полетели всякого рода обвинения, ну так, что он переступил и нарушил все. Вот прям все так и говорится. Но здесь же проблема в том, что, а как оправдать честное имя, если и обвинители, и те, кто судят, это одни и те же лица. Может быть, пора задуматься о том, что какая-то должна быть, ну, либо третейский суд церковный, либо, может быть, медиация, когда уважаемые старейшины, не принадлежащие ни одной деминации, могли бы рассмотреть дело любого человека и дать, в конце концов, независимую оценку. Как вы думаете? Кажется, это очевидно, ведь в мире протестантском особенно эти ценности и вот эти три, скажем, ветви власти, они получили полное осмысление и реализацию. Но заметим, что в нашей стране этого нет. Православия этого нет. Даже при наличии церковного суда. Даже при наличии церковного суда. Но полная зависимость от епископа, любого там ниже стоящего, судья ли он будет называться, учитель ли он будет называться, глава отдела, он абсолютно зависим, потому что он его поставил, он его и снимет. Там не существует никаких апелляционных средств. И мы же, русские протестанты, мы же точно копируем эту светскую модель или православную модель. У нас точно так же отсутствует. В церковной среде даже, когда попытки сделаны осознанные, осмысленные, давайте сделаем, чтобы пастор был учитель, а уже церковный совет, такой вот авторитетный, из людей внутри церкви собранные, которые, на самом деле, уважаемые люди, он будет вести соответственно административную всю работу. И в том числе и финансовые, в том числе и материальные, в том числе и ответственность по отношениям с светскими властями. Нигде нет. Пастор – все. Один пастор, он все вообще не представляет, наказывает, благословляет, распоряжается деньгами, распоряжается имуществом. У него эта модель продолжает сейчас развиваться. Как это можно остановить? Только лишь волей такого же, например, пастора, который вдруг озаренный скажет, мы общину будем устраивать именно такой моделью, как в Евангелии. Мы будем проповедовать Евангелие, а вот эти будут отвечать за материальное состояние, за все прочие вопросы. И вся церковная община, активные люди вовлечены в этот процесс. Тогда формируется, формируется правильно понимание пастора, формируется правильно поведение общины. Они все, каждый, ответственны, потому что они часть тела Христова. Они не являются подданными. Они вовсе не обязаны начальнику ходить и говорить, слушаюсь товарищ командир. Но в нашем российском обществе такой модели нет нигде. Вы знаете, интересно, опыт Сванетии, это старинная часть Грузии, какая, я бы сказал, в некотором смысле самобытная. И там же очень сильно была проблема большая, что в связи с кровной враждой, уничтожение проходило. Они изолированы и пришли к такому мнению, что если даже человек пострадал по закону, его посадили в тюрьму, он выходит, это не значит, что проблема, что семья пострадавших не отомстит ему. И они создали очень интересную систему, когда каждая из сторон предлагает по пять человек, кто будет разбирать это, кому они доверяют, а вот эти пять человек с одной и с другой стороны находят золотой голос, вместе договариваются об одиннадцатом человеке, после этого приносят клятву в церкви, что они будут обсуждать это перед Богом. И потом они приступают к тому, чтобы эту проблему решить. Исследовать, да. Почему бы нам, допустим, не идти к этому, что люди, которые уже, например, не служат, такие, как вы, другие уважаемые люди духовные, могли бы разрешать проблему той или иной динаминации для человека, чтобы не было конфликта. На поверхности лежит, кажется, вот такая модель, как в Суанете, или, может быть, даже проще, как мы видим в Евангелии предложение, если возникает конфликт между двумя, ну, сели, разрешили, помолились, пошли дальше. Нет, давай двух свидетелей, возьми, с ними вместе побеседуй. Это та же евангельская модель, это учение Христа. У нас этого нет, почему? У нас этого нет. Вот именно авторитаризм руководителя, у которого не должно быть ошибки. Понимаете? Это же в подкорку вбивается, что у него есть настолько вот такая мощная духовность, что он не ошибается. Его мнение – это мнение, которое уже самим Богом продиктовано. Эту вот ложь, ее одобрят те, которых он вокруг себя созвал и создал такой комитет или совет советников. Духовный совет. Да, духовный совет, какой угодно. Они подобраны именно по этим качествам, чтобы они этого поддерживали, одобряли, благословляли и никогда его ни в чем не критиковали. Раткин перешел эту запретную черту и выразил сомнение, что правильно ли вы устроены в нашем объединении. И все, набрушились на него все. Это очень интересный пример, кстати, вот Альберта Раткина. И когда Евангельский Альянс попытался выступить, защиту, да, арбитра, да, третейского, судьи, условно говоря, то Ряковский сказал, что не лезьте, мы тут сами разберемся внутри. Вот это вас не касается. А почему не касается, если те, кто разбираются, это духовный совет, все люди практически зависящие от него. По тем же признакам авторитаризма, диктаторства, который существует в религиозной среде, вот по этому признаку нам говорят, не лезьте, это не ваше дело, мы сами разберемся, мы сами знаем. Они формируют эту закрытую систему, в которой вот так вот восставший один Раткин, который говорит, братья, надо нам об этом поговорить, его выпнули. Какой урок для всех? Для всех урок не высовывайся. Чего тебе больше всех надо? Тебя точно так же выпнут. И смотри, теперь его выпнули, мало этого, еще теперь начинают там преследовать. Начинают в церковь запускать разного рода там пятую колонну. Начали там подметные письма посылать, типа, вот он какой, вот он какой. Так ты хочешь, чтобы тебя так же биографию испортили? Ты хочешь, чтобы твои последние дни жизни превратились в кошмар? И люди сидят. Закрыли рот. Закрыли рот. И зачем оно мне надо? Все, проживем как-нибудь. Эта модель господствует в стране, в политическом мире, она господствует в религиозном мире, и она убивает ту свободу, которую нам Христос дал. Потому что мы христиане, лукавые и фальшивые. Если мы правда следуем за Христом, то он, посмотри, ни перед кем не согнулся. Священникам он говорил, вы гробы окрашены. Он говорил людям, слушай, как они проповедуют, вот что они говорят, вы так и поступайте. Но вот как они живут, вот так не делайте. Это же было публичное обличение. Это было публичное обличение. Ни перед кем он не согнулся. Он наклонялся над теми отверженными, которых по-нашему сегодня отлучены. К отлученным не здоровайтесь. Это вот бесчинные, это вот мятежники. Мы их выгнали, и больше вы за них голос не поднимайте. А он именно к ним шел. Прокаженным шел, слепым шел, даже этим язычникам и топ шел, давал им исцеление. Поэтому, когда мы вернемся, если только вернемся, вот такому поклонению Христу, что его образ для нас станет осознанным, осмысленным, он станет для нас основанием для построения своей доктрины жизненной, тогда это возможно. А пока существуют эти вот, ну это фирмы такие, мы их называем церкви, но это фирмы такие, конкурирующие фирмы, дерущиеся за власть, дерущиеся за почет, там деньги играют в существенную роль, потому что сел, деньгами управляет, управляет деньгами, управляет людьми, башку сносит. Ну, это одна часть такая. Ну, мне кажется, как раз Христос говорит, что ты либо будешь холодным, либо горячим, а они как раз вот тепло-хладных, равнодушных людей культивируют. А еще вот таким словом, как буллинг, называется, ну иначе говоря, там когда-то общественное порицание, вот те, кто отступает. Давление такое. Да, психологическое давление, вот с ними не общаясь. То есть, на уровне прихожан происходит, ну, на мой взгляд, такое психологическое насилие, как форма удерживать власть свою. Непонятно, зачем такая власть, если она, по сути, ну, идет вразрез с учением Христовым, что люди, наоборот, должны быть горячими. Конечно. Люди, наоборот, должны что-то привносить в это. Ответственность служителей, как апостол Павел пишет, созидать святых на дело служения. Вот пасторов Бог поставит для чего, учителей церкви поставят для чего. В нашей реальности сегодня ответственность пастора вот так вот скрепить вот это вот стадо или эту группу людей, чтобы их можно было доить, с них можно было денежку брать, но чтобы они никогда не пикнули и никогда себе не подумали, что они могут даже еще усомниться в святости пастора и в его, так сказать, точном соответствии Евангелию. И эта атмосфера вот подавления, она через такие акции, она же не вчера родилась, мы сейчас рассуждаем о том, что происходит сейчас. Так происходило всегда. Так происходило всегда. Возьмите историю столетней давности, когда чиновники, чекисты управляли церквами, когда они давили одного вот так, как взяли, да, как Риховского взяли в администрации президентской, ну его не взяли, не посадили, его взяли и научили. Говорит, будешь так, получишь это, не будешь так, значит, лишишься всего. Вот того же, как Проханова давили через тюремное заключение. И это герой на самом деле, потрясающая мощь, какая в нем была энергетика. Но когда его придавили, и то, что они, как христиане, пользовались этой свободой от военной службы, вдруг стало указанием самого центрального аппарата. Военную службу мы будем исполнять, государственные законы будем исполнять, государству служить будем. Это стало инструктивным письмом. Это стало прямо с самого верха. За ними вместе эти баптисты разделили такую же точку зрения. Она не возникла у них от чтения писания, она возникла у них от диктовки из ЧК, из того самого отдела, который боролся с религией. Это же была вот такая акция. И потом эти вещи уже происходили легче. Когда пришли тотальные гонения, когда церкви вообще уничтожены были, в 1944 году вернувшиеся к действию протестантские, баптистские, евангельские лидеры, они уже были обескровлены, их вызвали из лагеря. И у них был выбор простой. Или здесь на воле все-таки быть хотя бы чуть-чуть пользоваться свободой. Или опять снова в лагерь. Там голову сняли тысячам людей. Так это же формировало психологию. Это формировало именно такое отношение к этой власти. Потом, конечно, стало для чиновника церковного чрезвычайно важным открыть Писание и сказать, нет, власти не от Бога. Существующие власти от Бога установлены. Вот эта власть, она от Бога. Она мне диктует так, я так и делаю. Потому что она от Бога. И мы руками священников гражданскую войну развязали, храмы разрушили. Руками православных мы уничтожали в лагерях верующих православных и баптистов в том числе. Мы руками православных судей сегодня яговистов в тюрьму отправляем. Руками православных полицейских письма подметные пишем и арестовываем людей за проповедь Евангелия, за миссионерскую деятельность, которая является сутью выражения моей веры. За это я становлюсь преступником. Кто меня сделал преступником? Православные депутаты, православные прокуроры, православные полицейские, православные судьи. Религиозные же люди. Вместе с самым верховным патриархом православным, который говорит, надо очистить нашу страну от этого мусора еретического. Но реформация назрела? Она уже перезрела. И сейчас потенциала для реформации отсутствует полностью. В нашей России, например, он задушен все это как в политическом поле, так и в религиозном. Абсолютно. Выкашивается в самом детского сада. Всякая попытка самостоятельно мыслить, она убивается. Ведь, понимаете, вот этот патриотизм, который сейчас насаждается, история переписанная, диктат, какие книги надо изучать, какие книги надо читать, кроме всего этого фальшивого обвала с телевидения, который дурманит молодых людей, где он может свободную мысль почерпнуть? Иностранные агенты и шпионы все стали, кто свободу хотел проповедовать. Да, говорится, так много же приличных людей, чтобы не быть уже иностранным агентом. Массовое производство иностранных агентов из граждан, самых лучших, образованных, неравнодушных, патриотичных, это производит власть. И она делает это сознательно. Она понимает, что никакого иностранного агента в том или в другом издании или человеке нет. Но поскольку он мыслит свободно, он опасный для власти. Потому что он показывает, что власть лживая. А власть обманывает. Вот те же выборы она обманывает. Распределение богатств народных она обманывает. Она управляет народом как диктатура, в которой народу права на обыкновенное, нормальное пребывание в стране нет. И это значит, она должна их подавлять, вот эти все мысли свободные. Как она их подавляет? Вот в том числе, кого новичком, кто иностранный агент, кого в тюрьму. У брата Семчинка идет ознакомление с делом, как вы думаете? Ну, долгое уже дело. Все-таки избежать тюремного заключения возможно? Избежать тюремного заключения? Ну, есть у нас Салтыков Щедрин, есть у нас Премудрый Пискарь. И отлично, как он говорит, прожил жизнь, продержался. Еще денек продержался, и уже вот сколько времени, а я тут все держусь. хорошо устроенная жизнь. А так, конечно, вот это тоже Крыловская, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Она же ведь и не напрасно нарисована, эта образная картинка. Поэтому избежать тюремного заключения вот именно такая модель. Или убежать из страны. А если здесь ты будешь за правду биться, не избежишь. Не избежишь. Вот эти годы чекистского управления, 20 лет, они выхолостили вообще в обществе даже саму жажду правды. Нету. Заметьте, вот во всем политическом пространстве, публичном, нету голоса, который бы говорит, ребята, ну как мы опустились, ну как же мы скотинились, ну как же мы позволяем себя до такого состояния довести, что правда стала запретной, правда стала преступной. И начиная с самого верха президента и кончая вот всех его окружающих этой администрации лгут на голубом глазу, ничто. Спокойно, вот эти выборы опять вспоминайте, да, написали, натасовали, набросали. Это же люди наши, которые с нами рядом живут, учат наших детей. И они спокойно, говорят, отойди, мне тут премию за это дадут. А так, мне, говорит, все равно, этих я выберете или этих вы выберете. Мне все равно, мне сейчас вот дают десяточку. Ну, десяточку дали всем пенсионерам. Пятнашку дали ментам. Еще он будет говорить, придет этот Зюганов или Навальный, или еще кто-нибудь, что я с них возьму? Вот, пока они наворуются на себя, да, мне опять ничего не достанется. А так, я, глядишь, уже десяточку, да еще обещал повысить на полпроцента зарплату. Ну, логически, понятно, что предпосылок для реформации нет, все зачистили, но мне кажется, как раз это и время действовать Богу, и вопреки тому, что нам кажется, что нету никаких сил, каждый может встретиться с Господом и черпать силы оттуда, когда есть страх, то преодолевать его можем только Духом Святым вместе с Богом. Вот эта ваша финальная тенденция мне очень нравится. Именно в ситуации безысходной, в ситуации, когда вот куда ни кинь, везде клин, мы поднимаем глаза к небу. Господи, доколе? Господи, почему? И тут является нам Христос, который на кресте. Почему? Дорога в небо через крест. Дорога в небо через крест. И как мы пели песню «Чем ночь темней, тем ярче звезды». «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Так что вот в этом реформация и обновление, и настоящее обретение жизни вечной открытая дверь неба. Спасибо, Юрий Кириллович. Слава Богу, вам спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова